Продолжение следует... В выпускной бал в школу номер 2 приехала глава города Ходорев Александр Николаевич. Зволнованы учителя, родители, выпускников. И вот они, герои дня, выпускники 1998 года. Зволнованы учителя, родители, выпускников. И вот... Потому что именно в это время в душе человека зажигается и горит то священное пламя, над которым смеются лишь те, у кого оно либо погасло, либо никогда не говорило вовсе. Без веры, без глубокой и сильной веры плохо жить на свете, плохо жить. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова В этот вечер и директор школы был не такой серьезный, как обычно. Дорогие ребята, родители, гости, учителя. Вот и наступил тот день, когда вы действительно прощаетесь с детством. Буквально немного более месяца тому назад мы здесь на последнем звонке давали вам напутствие. Говорили, что мы будем доброжелательны на экзаменах. И мы выполнили свое обещание. Но и вы выполнили свое обещание. Очень приятно было слушать ваши ответы. Более 53% учащихся отвечали на 4-5. Сегодня у вас прощальный бал. Больше действительно не будет школьных звонков. За все те 10 лет, которые вы провели в школе, вы многому научились. Учителя отдали частицу своего сердца вам. Я бы хотел сегодня сказать о том, что многое могли сказать учителя о каждом из вас хорошего. Но за неимением времени я хочу сказать, что вы все хорошие ребята. Для своих родителей вы остаетесь детьми. Я бы хотел, чтобы вы помнили своих родителей. Помнили, что они сделали очень многое для вас. Вы в течение этих 10 лет очень многое сделали для школы. Вы внесли свою лепту в то, чтобы школа имела имя свое в городе. Многие из вас участники и победители олимпиад городских, спортивных соревнований, конкурсов художественной самодеятельности. Нужно сказать, что действительно сегодня этот торжественный, праздничный и немножко грустный день. Ибо вы прощаетесь с школой. Я бы хотел, чтобы вы, где бы вы ни находились, были настоящими людьми. Педагогический коллектив школы поздравляет вас с окончанием и желает вам всего самого наилучшего. Пусть ваши стремления, задумки, которые вы решили осуществить, выполнены будут. Здоровья вам, счастья и успехов! Много добрых слов услышали выпускники от своих учителей. И кроме того, учители еще раскрылись в необычном ракурсе, как великолепные артисты. Мальчики и девочки, друзья, вот вы окончили школу. Вам вручат аттестат, а в аттестате есть приложение, табель, в котором указаны предметы и оценки. И вот, наконец, среди предметов есть такая запись под номером 5 основы информации. Это наш предмет. Друзья, решая жизненные задачи, работая с информацией, вы, я очень надеюсь, вспомните, что такое организация, моделирование, программирование на бейсике, компьютерные технологии, все это земля информатика. И я вас поздравляю и желаю успехов на этом области. На прощание я бы хотел спеть. Московский парк Валерий Кандор, А все кончается, кончается, кончается. А все кончается, 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 едва качаются перрон и фонари, глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. Целую ночь Сололина насвистывал, Волок молчал и молчали дома. Белая панцы, вроде грудья душистые, ночь напролет насладили с ума. Белая панцы, грудья душистые, ночь напролет насладили с ума. Он думал, Александр Николаевич, глядя на них, таких взволнованных и молодых. Все-таки поправиться, наверное, было бы на площади, а здесь просто родители. Уважаемые Петры Яковлевич, Ванилла Ильич, Анна Бравовна, все учителя, примите огромное спасибо, родительское спасибо. Вот, наверное, за те 11 лет, которые вы воспитывали наших детей, наверное, дети воспитывали нас. Вот так получилось, что более уже 12 лет нахожусь на работе вполне власти. И не только по роду своей работе не присутствовал в родительских собратьях, а, наверное, четки от того, что не было тех вопросов, которые вы, ну, наверное, не смогли вырешить. То есть, получилось так, я думаю, что вот мы родители отдали детей в ваши руки, доверили вам. И я думаю, что сегодня результат стоит, наверное, работы успешать на работе, учать на работе. И вы знаете, отменивших родителей, присущих в этом зале, примите искреннее первичнее. Вот, наверное, вы знаете, даже волнулись не так это было, а как отец. Потому что действительно 11 лет вот такого титанического труда. И вот сегодня они уже настолько взрослые. Смотришь, сегодня другие выглазали. И вот вы знаете, не позавлить буквально за два дня, за три дня. Когда был последний звонок, когда мы с вами вместе вот этот последний звонок проводили, скажем, по-детски все это принимали, а как только прошли экзамен, запускные издания, сразу же как-то поврослели. С одной стороны не хотела, чтобы дети взрослели, оставайтесь детьми, теми же детьми, пусть побольше шалокей будет, пусть будет та же, будет тот же задор, и вот тот же детское настроение. Потому что в комовом возрасте Неполе всегда вы останетесь для нас детьми. И как бы у нас сложилась судьба. Завтра подружается, поздавтра кто-то замуж выйдет, а кто-то поступит, он теперь кто-то уходит, 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 он теперь будет работать и так далее. И тем менее, все для нас как бы так останьтесь детьми. Уважаемые родители, позвольте меня от вашего имени поблагодарить. Сколько огромное спасибо от этой школе, этим стена. И вы знаете, я всегда восхищался этой школе, восхищался потому, что здесь такой микроклимат психологический у Великобритского коллектива, настолько он здоров, настолько он дружен. И вы знаете, у меня был мужчина на рендовстве в управлении. От вашей жизни, еще раз, Аброли, спасибо вам всем, счастливо. И мы, родители, Бог помнит, и будем помнить всегда вас, ваш труд, ну, одетим нашим счастья и успехов в дальнейшем жизни. И наступил ваш последний школьный балл. Прозвенел последний звонок, пролетел заметно вашей взаимной. И перед вами очень такая огромная дорога, которую нужно выбрать вам именно по душе. Мне хочется прочитать сейчас стихотворение. Ну, оно будет вам как напутствие. Послушайте, пожалуйста, ну, оно будет как напутствие всем, дети сидящим. Послушайте, пожалуйста, его. Это стихотворение посвящено маме. По ночам звучит надрывный кашель, старенькая женщина слегла, много лет в квартире нашей, незаветно в комнате жила. Письма были, только очень редко. И тогда, не замечая нас, все ходило и шептало детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. Ваша мать согнулась, посидела, что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у этого стола. Вы на этот стол пешком ходили, песни пели додари, а теперь уехали, уплыли, улетели, вот и собери. Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал кричать, дети срочно, дети очень срочно приезжайте, заболела мать. Из-за дистали на игарке, от наших до времени дела, дети собрались, но только жалко, у постели, а не устала, гладили морщинистые руки, белую серебряную прядь. Почему же дали вы разлуки столько времени между вами стать? Почему же столько телеграммы привели вас к скорых поездам? Слушайте, слушайте, пока у вас есть мамы, приезжайте к ним без телеграмм. Не остались долгу и сами выпускники. Они пели и танцевали. День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь с волнованной уздаткой вне звучат учителя слова. Только раз бывает в жизни школа, только раз со школы рвется нить. В этом лень и жаркий тихий вечер, нам не хочется отсюда уходить. Дальше тушь тушь бурного тахата, синий бой обутат и цветы, но где же школа нежеланная когда-то, но где же школа горившая мечты. Только раз бывает в жизни школа, только раз, а школы рвется нить. В этот твер не жаркий тихий вечер, нам не хочется отсюда упасть. Еще не вечер, еще не вечер, еще запасе время есть у нас с тобой. Еще не вечер, еще не вечер, еще открыты верить надежде и доверию. Пусть говорят, что нам глаза не труд и пусть говорят, что этих лет нам не вернут. Только не будем верить мы таким словам, мы еще придем снова поздравляем. Мы не простимся с вами навсегда, и мы будем встречаться, мы будем общаться. Это слова приглашения вам в школу всегда, когда вам будет весело, когда вам будет грустно. Мы всегда рады вас видеть. Но главное, что я хочу вам сказать, это слова благодарности вам. Я очень благодарна вам за то, что 6 лет, которые мы с вами знакомы, вы улыбались мне каждый раз, когда входили ко мне в кабинет. И я вот вижу сейчас вас таких умных, красивых, любимых мною. И я благодарна вам за то, что я чувствую себя счастливой. Потому что если бы не вы, то нам, учителям, конечно, не было бы наверное в жизни счастья. И большое вам, ребята, спасибо за все, что вы для меня сделали. Я очень вам благодарна. Субтитры поемке здоровью и радуе, под культурой любимую парочку. Казбек 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 красавица Казбек 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 География, наука очень интересная. Думаю, я его учусь, учителем приветствую. Я думал, что Россия это матрешка, медведь и водка, но на самом деле это дружба и персональ. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Мохова Елена получает аттестат с одними пятерками. 27 учеников получают аттестат с оценками 4 и 5. 22 учащихся награждаются похвальными грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов. АПЛОДИСМЕНТЫ Истанту Александру Николаевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Комединской Светлане Сергеевне. АПЛОДИСМЕНТЫ В дальнейших планах всех выпускников, прежде всего, получение высшего образования и профессии. Так, представьтесь, пожалуйста, и расскажите, какие у вас планы на будущее. Меня зовут Куракина Анна Сергеевна. Я сегодня выпускаюсь из этой школы, и мой план на будущее – стать следователем. Работать в нашей милиции и следить за законом. Значит, вы собираетесь поступать в юридическую? Да, я собираюсь поступать в высшую школу милиции. Спасибо большое. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Александр Николаевич, что бы вы хотели пожелать сегодня в этот замечательный день всем выпускникам нашего города? Вы знаете, прежде всего, мне бы хотелось нашим ребятам, выпускникам нашим пожелать, чтобы они никогда не забывали свою малую родину. Это наш город. Это город, где учились, город, где заканчивают сегодня среднюю школу. Я думаю, что да и объективный закон требует этого, что у каждого сложится судьба по-разному. Кто-то останется в городе, кто-то через некоторое время окажется в правительстве, кто-то, может быть, уедет за границу. И самое основное, уважаемые выпускники, дети, мне бы хотелось, чтобы вы никогда не забывали своих родителей, чтобы вы никогда не забывали тех людей, которые вам дали образование. Это ваши учителя, это директора школ. А самое основное, приходите в школу так же, как и вы все эти 11 лет приходили, просто как в свой дом. И, конечно, мне бы хотелось пожелать, чтобы максимально возможные выпускники получили высшее образование. И вот те, кто сегодня подал заявление или наметил эти высшие учебные заведения, конечно, хотелось бы, чтобы все добились успехов. И мне хотелось бы пожелать вам, дай Бог вам счастья. Мне бы хотелось вам пожелать, чтобы вы никогда не знали, что такое война. Мне бы хотелось пожелать, чтобы вы не знали, что такое горе. Счастья вам, мира вам, хорошей, счастливой жизни. А творческий коллектив Риутовского телевидения поздравляет всех выпускников и желает им дальнейших успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова